Ситуация как бы нормальная, ежегодная, ничего страшного нового, ничего страшного старого, потому что имеем 1600 безработных, уровень безработицы чуть-чуть за 13% пункта. Это мы уже обговаривали много раз и много лет, эту тему безработицы тут. Как бы от нас и зависит, как бы от нас и не зависит, зависит от статистики, зависит от многих факторов. Есть так, как есть. Она, конечно, выше республиканской на несколько процентных пунктов, но, наверное, это беда всех районов, которые находятся на окраине Литвы. Мы имеем два новых проекта с начала этого года, пару проектов завершаются, появились два новых проекта, и, как проекты могут участвовать в Литвы старше 54 лет, вот те же самые, которые долго время не были на рынке трудом. Патериалис вес, скажем так, ну, есть, соответственно, в этой группе подать проекты. Как всегда, деньги с республиканского бюджета только-только получило утенас мету распределяющие задания, но знаем и видим, что эти деньги в этом году будут чуть-чуть меньше, чем в прошлом. Для самостоятельной занятости. Денег пока вообще нету. Те, которые, молодежь, хочет создавать рабочие места для себя. Пока мы принимаем заявки, но эти заявки и будут, они не рассматриваются. Дается ответ, что из-за отсутствия финансирования заявки будут рассматриваться, когда финансирование появится. Сегодня только вот наша сотрудница проводила обучение работодателей по программе ту, которую мы ежегодно исполняем. Это «Ветня сужимтума инициатива». Это для работодателей, создающих новое рабочие места. Заявки от работодателей принимаем до 30 марта 15 часов. Так что, кто хочет писать эти проекты, очень приглашаем. Если кому-то нужна дополнительная информация, какие-то нюансы узнать и так далее, можно обратиться к Далле Сенкевичу, к нашему сотруднику, которая есть ответственна за эту программу. И она все конкретно и подробненько объяснит. Что у нас на рынке труда? Как много свободных рабочих мест? Ну, практически, как и всегда, зимой и летом свободных рабочих мест бывает 60, 70 и за 70. Зимой эти цифры, как всегда, меньше. До 50 доходят, бывает чуть меньше, бывает чуть больше. Ничего такого нового, скажем, в свободных рабочих местах нет. Это те же самые услуги, это те же самые, ну, рекон модул появился, ну, называем так, строительные организации. Ну, тенденция очень простая. Зимой меньше, к весне больше, летом еще больше. Когда люди хотят отдыхать, тогда появляется работа. Но от этого никуда мы не денемся, это ежегодный такой процесс. В последнее время очень много говорят о приходе крупных инвесторов в Висогинес. Что вы думаете по этому поводу? Тяжело что-то думать, пока говорят. Думаем, читаем, знаем, интересуемся. Но, по крайней мере, к нам не один, ну, один, по крайней мере, обращался. Мы с ним уже работаем с середины прошлого года, с августа, с сентября месяца. Наши люди работают у этого инвестора с большим ожиданием того, что он появится в нашем городе. Слухи ходят разные, вы сами их знаете, я не буду повторяться. Насчет других крупных инвесторов я пока ничего не могу сказать. Они на биржу поинтересоваться о рабочей силе, о тех квалификациях, которые им будут нужны. Пока к нам они не обращались, я не могу этого комментировать. О массовых увольнениях нужно что-то сказать? Планируется? Нет? Вы осведомлены об этом? Данных о массовых увольнениях на сегодняшний день на бирже труда нет. Ни одно предприятие о массовых увольнениях к нам не обращалось. Я не считаю массовым увольнением тот процесс, который происходит с атомной станцией. Там они увольняются, скажем так, по... Пусть это и 50 человек увольнений или 60, но они увольняются по тому графику, который составлен, утвержден. И этот процесс идет с 2005 года неумолимо и идет вперед.